ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Восемь часов сорок минут, среда, четвертое июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя. Настя, 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 вот ты рассказывала вот это все. Ну, подожди, сейчас я посмотрю движение. Движение, кстати, неплохое, 4 балла, ребят. Всего 4 балла. И трудно передавала Каламкой на внешнем КАДе. Июль. Это июль. Июль, но рано, рано. Ну, подожди, вот с 20 июля еще легче будет. А очень плохо, очень плохо въезжает в город Киевка. Киевка стоит в город. И проблемы ДТП в районе Котельников. Там ДТП и там проблема. Где раньше был ремонт, теперь почему-то ДТП. Вот так у меня на Яндексе. Так все ничего, но Ленинградка стоит. Туго идет Ленинградка в город. Остальные шоссе более-менее. Проспект Мира даже неплохо. В общем, неплохо, да. Ну, слушай, что ты сейчас рассказывала вот это вот мне, во всяком случае, ты рассказывала, не знаю, в выпуске было. Девочка прикоснулась к мощам Святой Матроны и встала на ноги. Это заголок. Это пишет комсомольская правда. Понимаешь, вот очень интересно. И честный, подробный рассказ. Значит, есть девочка. Мусульманская. Мусульманская девочка. Девочка-мусульманка. Вот послушайте, о чем пишет сегодняшняя комсомолка. Есть девочка-мусульманка. Она... Она родилась недоношенной, была в 600 грамм. Сначала было все хорошо, она росла, ползала и так далее, но с двух лет... Ножки. С лосарией грязь. Ножки никак у нее... Ножки не ходили никак у нее, бедные. Значит, а они какие-то искривленные, что ли, были? Они какие-то скрещенные с искривленными. Ну, да, да. И вдруг мусульманка узнает, и мусульманская семья узнает, что в Уфу привозят мощь Святой Матроны. Ну, папа, впрочем, как всегда бросил... А что именно из Святой Матроны приносили? Желудок высушенный, что? Я думаю, все. Нет, посмотри, мощь Святой Матроны, посмотри, что именно. Смотрю, да, конечно. Может быть, как-то сказать, там, кусок кишки, что... Там семья, мама да бабушка, вся семья мужика. Мать, я спрашиваю, что такое мощь Святой Матроны? Это очень важно, серьезно сейчас говорю. Конечно, сейчас, сейчас. Ногти, плевок ее, что? Может, она плюнула куда-то, Святая Матроны? Мощь Святой Матроны адрес у меня... Что бывает, ну, мощи, бывают косточки, бывают реснички, там что... Мощь Святой Матроны. Вики, я, наверное, Википедию сразу, а то у меня тут сразу православный... Мать, с тобой невозможно. Сойти? Потому что мне кажется, что мощи должны, допустим, кусочек ноги Святой Матроны действовать на ножки мусульманки. Понимаешь? Да, да, конечно, конечно. Да, значит, девочка мусульманка и так далее, семья у нее мусульманская. Они вдруг узнают, что приносят мощи Святой Матроны. Мы не знаем, может быть, панкре, поджелудочная железа засушенная. Или что-то еще, может быть, кусочек печени, не знаю. Значит, и вдруг поможет, сказала соседка, и они к муфтию ходили спрашивать. Надо ли ходить туда к Матроне? И муфтий сказал, обязательно надо поклониться мощам Святой Матроны. Потом и батюшка молился за девочку, и потом ей наложили гипсы, какие-то сделали медицинские процедуры на три месяца. Ей три месяца делали процедуры медицинские, и три месяца держали ее в гипсе. Внимание. Через три месяца она встала и сделала пару шажочков. Гипс сняли, ножки выпрямились. Гипс сняли, ножки выпрямились, она сделала несколько шажочков. Значит, объясняется, это эффект прикосновения к мощам. А не гипса? Нет, не гипса. Нет, гипса вообще могли быть. Гипса не надо было класть. Вот мне кажется, гипс зря положили. Гипс мешал. А теперь все испортили. Гипсом все испортили. Теперь неверующие, маловеры, они подумают, что все это из-за медицины. Да, из-за гипса. Из-за гипса, из-за врачей. А на самом-то деле дело было, ты мне нашла мощь святой Матроны или нет? Нет, нигде не описано. Какая часть святой Матроны входит в мощи, товарищи? Сейчас, какая часть? Матрона московская написана тебе, Матрона солунская. Я уже прочитала про всех, нету ничего, про именно какая часть мощи. Я трехнусь. У меня, кстати, ноги отнились, между прочим, это было 18 лет. Я уже успела прочитать. Это важно, потому что, может быть... Алло, здравствуйте. Какая часть святой Матроны входит в мощи? Вы знаете, я хотел сказать, ну, не про святую Матрону, а про излечение. Нет, мне нужно знать, какая часть святой Матроны входит в мощи, товарищи. Это же важно, потому что она излечила ножки у мусульманки. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мощь, полностью все тело святой мученицы Матроны. Минуточку, минуточку. То есть, а разве можно, она не похоронена вовсе? Нет. А, то есть, это по существу, ну, они, вероятно, дегидратированы, то есть, воды нет, и они весят немного? Ну, нет, почему, они весят достаточно, ну, это, скажем так, высушенное тело. В нашем представлении... Не может быть, потому что, смотрите, новость от 27 января. Прибыл Ковчег. В Уфу прибыл Ковчег с частью мощей святой Блаженной Матроны. Есть такая православная традиция, что мощи святых дробят на части и раздаются в разные края. В том-то и дело, а можно ли, вот вопрос тогда, а можно ли исходить из того, что если девочки-мусульманки мощи вылечили ножки, то какая часть святой Матроны дробят? Это абсолютно не важно, это может быть даже, не обязательно сами мощи, это может быть даже какое-то одеяние этой святой, потому что, как бы, святость передается и на вещи, которые они использовали. Понятно, вот теперь понятно, потому что я думал, например, для ног нужны ноги, для рук руки, нет. Нет, это абсолютно не принципиально, Сергей, еще я хотел сделать небольшое замечание, что вы все-таки на себя какой-то гнев накладываете, такими выражениями позволяете. Почему? Ну, несколько вольнодумно и... Подождите, подождите, я могу предположить, что ноги лечат ноги, а руки лечат руки, почему? Как вы это преподаете? Как я преподаю, я не понимаю, вот мне надо вылечить глаза, значит, мне нужен глаз святой Матроны. Ну, не надо над этим издеваться. Да я не издеваюсь, Господи, да что ж такое-то, а? Я ищу рецепт, он мне говорит, я издеваюсь, где же я издевался-то? Ну, вы послушайте свою запись. Подождите, если мне нужны волосы, я хочу волосы святой Матроны, если глаз, глаз святой Матроны, вы понимаете, что я ищу конкретно, я как людоед, я как людоед, как каннибал, я ищу конкретную часть тела, козренкую часть тела, понимаете? Понятно, ну, для людей верующих абсолютно не принципиально, ваша позиция... В том-то и дело, что я вас спрашиваю, верующих, вы мне объясняете. Когда я интересуюсь, вы меня за это ругаете. А как я приду к Богу, черт бы вас задрал, если вы мне не хотите объяснять? Нет, вы от него пытаетесь уйти. Нет, пожалуйста, объясняйте, когда я спрашиваю. Объясняйте, а не укоряйте, а вы укорять гораздо, только вам и делать, что укорять. Видишь как, гордыня это в вас, гордыня в вас говорит, возгордился. Нет, чтобы объяснить мне, идиоту. Нет, начинает издеваться, глумиться надо мной. Вот так вот, нет, над малыми сими не глумитесь, пожалуйста, не надо без гордыни впадать. У меня ни гордыни... У вас грех гордыня. Вы глумитесь над малым человеком, над умолешенным, надо мною. Он глумится над умолешенным. Как он смел. Но каков журналист из комсомолки-то, кто там автор текста? Молодец. Он правильно написал, что Матрона исцелила, потому что там потом в конце статьи денег собирают, ну, дальше на лечение. Деньги собирают. А не надо денег собирать, потому что Матрона и дальше излечит. Это неправильно, потому что они теперь собирают деньги. Ильина делает, Ильина это мусульманская девочка. Ей нужно теперь лечиться. Дорогостояще лечиться. Нужно теперь 15 тысяч рублей, говорит комсомольская правда. А еще нужно больше 120 тысяч рублей. А вот хрена. Вот не надо ей собирать деньги. Мне кажется, русская православная церковь может... Неправильно это. И опять неправильно. А, просто лечиться вот так вот, ну, прикосновениями... А нет, не прикосновениями не надо, прикосновениями, нет. Воспоминанием о прикосновении можно лечиться. Воспоминанием о маловере. О маловере, по вере вашей воздастся вам. Воспоминанием о прикосновении. И не надо 120 тысяч рублей. Наоборот, надо раздать эти деньги теперь всем, кто жертвовал. Или отдать неверующим. Их еще не собрали. Отдать неверующим. Понятно? Да. Вот так-то вот. На их исследованиях. Нет, каков этот христианин? Он позвонил меня упрекать. Он... Он... Вот как они живут. Попреками, гордыней, чувством превосходства, издевками над пытливыми умами. Вот как они живут. Ты поняла или нет? Ну, мне его стало... Сергей, даже в какой-то момент мне его стало жаловаться. Как не стыдно? Нет, мне за него стыдно. Мне за него стыдно изначально. Мне за него стыдно изначально. Вместо того, чтобы учить, назидать, вещать и просвещать, он начинает издеваться. Он начинает попрекать. Он начинает... Он начинает испытывать чувство превосходства собственного. Понимаешь? Возноситься над миром. Понимаешь? Это вот так они себя ведут, да? Да воздастся же ему. Да воздастся же ему. Аллилуйя. Как что я должен сказать? Я должен сказать это Луя? А ом, скажите. Ом. Ом. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Вот еще перед Большой Академической на Дмитровке авария, ребята, и проблема. Дмитровка останавливается. Тоже серьезная проблема на Ленинградке. Так в городе, честно, ну вот на Юго-Востоке здесь, на Каширке тоже плохо. А, на Каширке плохо. Но Киевка стоит, Киевка стоит, стоит. Нет, стоит прям вот от Внукова. И дальше она стоит до Мамы Негорю и Дудкина. Дудкина у вас там есть? Есть такое Дудкина, правильно? Ну, Дамкада, считай, стоите. От Внукова Дамкада стоит Киевка. Объезжать по Боровке без полезняк. Объезжать по Минки, ну так, тухловатая история. Тухловатая история. Может быть, через Крёкшину можно куда-то там уйти? Через Калушку. Не знаю, ребят, Минка стоит и все. Я вам не советую никуда. Сегодня среда, послушайте, сегодня середина недели. Самое стать отдохнуть, набраться витаминов. Подышать комарами, мухами. Поезжайте назад на работу. Чего вы едете? Куда вас несет, ей-богу? 7-8-8-8, не едет Киевка, и все, и не будет ничего. И на Боровке за Тор, и всюду, и на Калушке Тор. 7-8-8-8-1-7-0. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Сергей Анатольевич, доброе утро, Андрей Киев, 125-й. Здрасте. Еду по Миру, по проспекту, в область. От Северянина до Верхний Ход традиционно стоит. И вот навстречу проспект Мира, ну и раскладка себя очень плотно стоит. Плотно. Но не красная по Яндексу. Видите, Яндекс, Яндекс традиционно преуменьшает несчастье проспекта Мира, как мне написал вчера Крачковский. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мадам, где вы едете? Да, я понял. 7-8-8-10-7-0. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло, здравствуйте. В кое-то веке, наконец-то, из Бутова мы вылетели пулей. Да. Поскольку на МКАДе, на съезде, возле съезда стоит южанин, и вглядывается в каждого выезжающего. Мне кажется, скоро будет стоять табличка, чтобы я здесь стоял, с каждого по 10 рублей. И все готовы будут платить, чтобы мы так пулей выезжали из Бутова. Когда вы говорите южанин, это просто охарактеризуете. Южанин, я имею в виду человек южанин. А он что, в форме, он гаяц, он ракетик? Нет, нет, мне кажется, бомбилы какой-то, но понимающие, что каждое утро все борются с выездом из Бутова, многокилометровая пробка. И вот когда зимой гайцы ставили уборочные машины, так же, таким образом, мы так же выезжали зимой вполне достаточно хорошо. А какой-то южанин поставил так, чтобы вам дать коридор, как бы вам дать одну полосу. Гениально, аплодисменты южанину, аплодисменты южанину, спасибо. Он поставил свою машину так, ты слышишь, что? Он отсек один ряд, отсек один ряд. Так, чтобы народ из Бутова мог вылетать в один ряд хотя бы... Добровольный помощник полиции. Добровольный помощник южанин, молодец, ура, аплодисменты ему. Какой потрясающий социальный подвиг, я бы сказал. Алло, здравствуйте, да. Добрый день. Здравствуйте, где едете? Еду по Садовому кольцу от Зубовской, и пока вижу, так, с Бугарка до Октябрьской, вообще стоим. Как это вы с Бугарка стоите? С Бугарка стоим. С Бугарка стоите? Нет, Зубовская, она несколько выше парка культуры, поэтому видно Октябрьскую. Октябрьская тоже на высотке. Я понял. Спасибо, 7-8-80-7-0. Я думал, он с Бугарка стоит. Бывает же, что человек стоит с Бугарка? Алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте. Да, Киевка стоит. Да, Киевка стоит, да. А вы не объезжайте, Боровка тоже стоит. Не, я не буду, не буду. Вы стоите уже. Я не стою уверена. Там авария, авария там, плохо, фигово. А можно на Минку, но это далеко, во-первых, во-вторых, там тоже туговато. 7-8-80-7-0. 7-8, Киевка стоит, стоит. Прямо от Внукова стоит. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Алло, Сергей, вы про Боровку говорили. От Новопеределкина просто кошмар какой-то. Да, 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 да. И там эти два светофора, два светофора, я жду, когда какие-нибудь мстители из «Звездных войн» спустятся, и их это, того-сего. Ну, тут не два светофора, побольше. Вот если бы сделать морду сверху морду, то было бы хорошо. Два плохих светофора, которые очень подолгу держат. Очень, жесть. Да, 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 на Боровке ужасно. 8-57, спорт. Новости спорта. Светлана Матвеевна, здравствуйте, Света. Здравствуйте, на смену футболу. Свет, ты чувствуешь, как это опустошение? Да, если честно, чувствую, но... Опустошение, Свет. Знаете, что хочу сказать, что футбол сменил пляжный футбол в Москве. Теперь они более успешные, наши футболисты-пляжники. Можете новость сказать? Можете сказать? Москва потратит 400 миллионов рублей на создание катков с искусственным льдом в 2012 году. С 2012 году уже в этом году, в этом, уже она потратит 400 миллионов рублей срочно. На скорее, поскорее, поскорее много искусственных льдов. 120 катков. 120 катков. Притом говорят, что со льдом у нас все в порядке. Говорят, что будут поля футбольные строить сейчас. Он должен быть искусственным сейчас. Да, еще, значит, можно сделать вывод, еще больше будет футбольных полей. Так, значит, пляжники наши, сборная России по пляжному футболу неожиданно проиграла команде Польши на проходящем в Москве отборочном турнире к чемпионату мира 2013 года подопечный Михаила Лихачева уступили сопернику в дополнительное время со счетом 2-3. Раз проиграли, значит, есть над чем работать, что-то неправильно сделали, сказал голкипер россиян Андрей Бухлицкий. По его словам, наша сборная несколько медленно играла. Это касается и передачи, и общекомандного движения. Хорошо, что это поражение случилось в группе, а не вплоу, добавил футболист. Следующий матч сборная России проведется сегодня с командой Швейцарии. Напомню, финальная часть Кубка мира пройдет в сентябре следующего года на острове Таити. Российская теннисистка Мария Кириленко не смогла выйти в плов турнира Большого шлема в матче 1-4 финала на Ублдоне. Наша спортсменка потерпела поражение от представительницы Польши Агнешки Радваньской со счетом 5-7-6-4-5-7. Встреча неоднократно прерывалась из-за дождя, пока матч не перенесли на центральный корт, он оборудован крышей. На тот момент в третьем сете был равный счет 4-4. Кириленко уверенно выиграла свою подачу и даже вышла вперед, но после этого проиграла три гейма подряд. Итальянский футбольный тренер Фабио Капелло с радостью возглавит сборную России, если ему поступят предложения от Российского футбольного союза. Об этом заявил спортивный агент Шуми Бабаев. Сегодня я переговорил с Фабио по телефону лично, он подтвердил эту информацию. С моей точки зрения Капелло это лучший кандидат на пост главного тренера россиян, он очень дисциплинирован, порой бывает жестким, что немаловажно, имеет свой взгляд на футбол, говорит агент. По словам Шуми Бабаева, у Капелло нет авторитетов среди футболистов, адаптация Капелло в России считаю будет непродолжительной, он полиглот и сможет овладеть русским, добавил агент. И последнее меньше чем за месяц до Олимпийских игр в Лондоне, три российские бегуни получили двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба Всероссийской Федерации Легкоатлетики, на основании обнормальных показателей биологических паспортов дисквалификации получили Светлана Клюкан и Илья Юламанова и Евгения Зинурова. Дисквалифицированные бегуни не входят в состав сборной России на игры в Лондоне, в данном случае это не связано с каким-то заговором, уточнил президент Федерации Легкоатлетики Валентин Балахничев. Это были новости. Девять часов, четыре минуты, среда, четвертое июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая этой программы, здравствуйте, Настя. Доброе утро, Сергей Анастасов. Доброе утро, Сергей Анастасов. И до Рублевки, и после, пишет 77-й. В Одинцове всюду полицейские тревожно вглядываются в окна машин, пишет Сергей из Одинцова. Вероятно, они смотрят свое отражение. Может быть, волосы из носа начнут выщипывать. Если к вам подходят полицейские, тревожно взглядываются в ваше стекло, на вашей машине, и потом начинают выщипывать пинцетом волосы из ноздрей и из ушей, пожалуйста, не удивляйтесь, они используют ваше стекло как зеркало. Это нормально. Так, ну и что, какие катки обещали сделать в Москве велодорожки, Николай, разговор о мощах был чтением газеты, 93-й, это мы газету так читали. Так, 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 неважно, что послужило в выздоровлении ребенка. Ну, конечно, она в Христа не верит и в Бога не верит. Внимание, это мусульманская семья не верит ни в Христа, не верит в Христа, не верит, нет. Она прикасается к мощам христианских святых и лечится колдовством, потому что она не может верить, она не верит. И будучи неверующей в Христа, она, ну, это исламская семья, они лечатся колдовством, прикосновением к мощам. Понятно, ну, это колдовское. Из какой системы координат? Это из любой системы, это из отрывного календаря, основной источник сведений для современного вам русского человека, отрывной календарь. Интересное открытие сделали китайские ученые, мать, я тебе хочу сказать. Найдены гигантопитеки, но их давно уже нашли. Гигантопитеки, это люди, примерно, у которых там остались их зубы. Они примерно 6 миллионов, 6,5 миллионов, да, они жили. Гигантопитеки, они потом были истреблены, вероятно, людьми меньшими по размеру, в качестве охотничьего трофея. Их просто съели, просто люди, обычные люди их съели. И, судя по находкам, у них наблюдался, знаете, обратный процесс. Регресс, так я тебя про это толкую, ну, ты же слушай меня, ты какая-то умная, это что-то. Они были сначала человекообразными гоминидами, и потом, ну, они жили очень долго, а потом они, у них снова появились все больше и больше обезьянных черт. То есть, они попали в стадию регресса, регресса, понятно, да? Они, у них сначала развивались там челюсти, мозг, мозг можно по форме черепа изучать. У них все это развивалось, это как если бы они становились прото-человеком, гоминидами. А потом возникли регрессивные вновь черты, и они вновь стали превращаться в обезьян. То есть, оттолкнулись от какой-то черты до потолка, дошли и пошли назад. Понимаешь, вот так же, вот так же в семье Буандия, в семье Буандия родился человек с хвостиком, ты знаешь. Ну, возможно, да. Это какой-то известный случай, да? Да, после Аркадия Буандия предвидел его, потом Аурельяно Буандия, полковник Аурельяно Буандия предвидел. А потом и все такое там, были, были, были. И, значит, и в конце рождается мальчик со свинячьего хвостиком. Это основное сведение, которое имеет мой сегодняшний соотечественник. То, тот багаж знаний, который накоплен в мозгах моего сегодняшнего соотечественника, это примерно отрывной календарь. Где в перемешку с рецептом засолки капусты находятся какие-то сведения космологические, космологические. В основном, конечно, основанные на вере в колдовство. Понятно, да? И они верят в колдовство. Никто из них практически, почти никто, очень мало людей, верят в единобожие. Ну, до этого надо драть. Еще меньше из них доросли до атеизма. Еще меньше. Я считаю, что вслед за единобожием, мне кажется, как развитие человека, это атеизм. Но это выше, чем единобожие. А только атеизм, как я полагаю. Ну, вот, значит, единобожцев почти нет, очень мало. А в основном на колдовстве, на ритуальности, на колдовстве люди держатся. Слушай, давай перейдем к Рустем Нургали Улы Миниханов. Да. Рустем Нургали Улы, государственный политический деятель, президент Татарстана с 25 марта 2010 года. Он ответил в юмористической манере. Не сложи, пожалуйста. Один из блогеров, один из блогеров граждан... Мастель Хадиулин. Господин Хадиулин спросил Миниханова, президента Рустама Нургалиевича. Он говорит, Рустам Нургалиевич, а вот, говорит, некоторые ходят с номерами машины. Х... Сто шестнадцать? Хэ-Хэ сто шестнадцать. Сто шестнадцать рус. Ну, это, видимо, новая емкость, да, номерами. Хэ сто шестнадцать? Хэ-Хэ сто шестнадцать. Это у них региональный такой. Почему, говорит, не выдают вот этот номер обычным гражданам? На что Миниханов ответил, обычные граждане получают обычные номера. Он, короче, ответил, он написал, обычные с обычными номерами. Обычные с обычными номерами. Это в этом презрение, в этом шутка, в этом что? Что это за ответ Миниханова? Первая реакция негативная у меня была, просто, ну, отвращение, ну, потому что это воспринимается как презрение. По существу, по существу, президент Татарстана своему гражданину там, вот, своему человеку отвечает. Вот, значит, тот его спрашивает, вот, а почему обычным не дают такие вот интересные разные номера? На что президент Татарстана отвечает? Обычным выдают обычные. И здесь, здесь, здесь что? А необычным необычные? Это, это, я потом подумала, что это, возможно, была шутка. Ну, просто юмор такой, ну, человек живой, и у него есть реакции, видимо, мгновенные, да? Да. Какие-то. И вот это была его мгновенная реакция, возможно. Ну, возможно, но вот это как с Грефом, да, который тоже объяснял, почему мы массами... В этом презрение, в этом презрение. Выглядит это ужасно. В этом презрение или это шутка? Вы воспринимаете это как презрение или шутка? 788-107-0. Президент Татарстана отвечает обычным людям обычные номера. Это презрение или это просто легкая шутка? Это мы, может быть, мы какие-то болезненные, и мы на все реагируем как-то болезненно. А на самом деле это просто легкая, милая шуточка. 788-107-0 по 495-му коду. Алла, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, можно и без 495? Да. Это, конечно, презрение. Люди чувствуют себя выше, чем вот те, которые на Земле. Это презрение, смешанное с шуткой. Вот мне кажется, что... Но потрясающе, что сам он этого не чувствует. Так это самое плохое. Если человек понял это, это уже было 50% успеха. Да. Спасибо. Я не собираюсь придавать большого значения этому случаю. Это еще одна иллюстрация. Это всего лишь еще одна иллюстрация. Обычным все обычное. Вот так. Обычное в хлев. Я так прочитываю это послание Миниханова. А необычным необычное. А необычным будет необычное. А обычным будет обычное. Понятно, да? Ваша дорога в хлев. Все. Я так прочитываю этот твит Миниханова. Я не склонен прочитывать его как шутку, если честно. Хотел бы. Но, знаешь, такая шутка... То есть, условно говоря, расхохотаться было бы спасительно. Но не хочется смеяться. Вот не хочется смеяться. Через минуту вернемся. Подъем. Сергей Даренко. Нойрусен. Верховная Рада Украины со скандалом и дракой приняла во втором окончательном чтении закона об основе государственной языковой политики. Этот документ предусматривает значительное расширение сферы применения русского языка на Украине. Вызвал проблемы. Проблемы потому, что люди, которые полагают язык основой идентичности украинцев, такие есть. Они восприняли этот закон с отчаянием. С отчаянием в Сальвикиеве началось столкновение между группами людей. Дрались. Дрались и в парламенте. Дрались и на площадях. Голодовки объявили. В общем, довольно много реакций. Ярких каких-то, может быть. Я изначально не понимал, зачем драться. Нужно просто зафиксировать нынешнее положение. Нынешнее положение заключается в том... Нынешнее положение вещей нужно зафиксировать. Нынешнее положение вещей заключается в том, что в ряде властей Украины люди фактически... Говорят по-русски, фактически. Ну, да. Ну, с говорком, конечно. Ну, с говорком, конечно. Но не судить же их за говорок. Значит, вот, нужно просто фиксировать это положение. А как это может оскорбить страну? Как это может оскорбить нацию, я не понимаю. Кто-нибудь из Киева, кто-нибудь из Украины, позвоните нам, пожалуйста, кто вернулся только что с Украины, или у вас там родственники. Объясните мне, пожалуйста, в чем оскорбление для нации украинской? Фиксация действительного положения. То есть у вас есть некое действительное положение, в котором, предположим, в Николаеве люди говорят по-русски. Как это может оскорбить кого бы то ни было? Я силюсь понять, не могу понять. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрый день, это Сергей. Да, вы из Украины. Да, Днепропетровск. Да. Днепропетровск. Дивный город, чудесный, красивый. Вот. Говорят в массе люди, по-русски. По-русски, да. Вот. И, значит, а как это может оскорбить кого бы то ни было? Вы таковы. Почему вы своим существованием кого-то оскорбляете? Это западная Украина, вот эти бендеры. Они уже достали там всех. Но почему... Они огорчаются, как баба, вот знаете, рязанская. То есть каждое слово, все. То есть непонятна у вас позиция людей. Скажите, если бы ваша родина Украина? Да. Вы гражданин Украины или Россия? Украина. Украина. Вы гражданин Украины, ваша родина Украина. Вы говорите по-русски, думаете по-русски, общаетесь по-русски в семье. Если бы что-то угрожало Украине, инопланетное нашествие, не знаю, какое-нибудь нашествие соседней страны, не буду с юга, не знаю, откуда-нибудь еще, не знаю. Значит, вы бы готовы были защищать свою родину с оружием в руках? Ну, а я же, ридно-менько, Украина. Ну, все. Значит, а почему тогда русский язык воспринимается как предательство, несмотря на то, что он фактически язык половины страны? Мне непонятно. Я учился в русской школе, и украинский русский я знаю в идеале. Ну, спасибо огромное. Вы знаете, я хотел бы кого-то с Запада послушать. Я не понимаю этих драк, этого боя сейчас. Например, Полтава, странным образом, такой клин, если угодно. Вот Полтава, клин, да? Когда ты приезжаешь в Полтаву, или ты едешь через Полтавскую область, ты обнаруживаешь нечаянно, что вдруг все заговорили по-украински. То есть, они между собой, полтавчане, полтавские люди, между собой, они общаются по-украински. Ну, вот с тобой они разговаривают. Понятно, да? А между собой они говорят по-украински. Причем очень мило. У них очень милый, хороший, красивый язык, но они какие-то сами не агрессивные, такие очень ужасно милые люди, полтавские люди. Ужасно милые люди. И вот эти милые люди общаются друг с другом по-украински. Никого не... Я, насколько понимаю, никого это не оскорбляет. Знаете, я думаю, что это... Не знаю, насколько можно проводить параллель. Это, знаете, когда муж с женой разводятся, и дети потом, похожие на мужа, вызывают раздражение. То есть, вот какая-то отдельная черта. И русский язык в этом смысле для некоторых вот такой вот... То, с чем придется мириться, на самом деле, но что хочется искоренить хоть как-то и жить, чтобы этого не было. Значит, десятый пишет потрясающую вещь. У нас сейчас часть страны говорит по-татарски. Почему не сделать его вторым? Поймите, в областях, где говорят по-татарски, его нужно делать абсолютно равноправным, конечно. Конечно. Так об этом же и речь. Не во Львове же делается русский язык. Не во Львове же делается русский язык основным. А там, где говорят по-русски, нужно фиксировать положение. Нужно фиксировать. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы из Запада? Да, я из Западной Украины. Откуда? Город Ровно. Знаю, конечно. Ривно, где мы с мамой живем. Да, да, да. Откуда вместо Ривны. Да. Я сам, в принципе, я слушал предыдущего... Днепропетровца. Днепропетровца, да. Да. Я точно так же закончил русскую школу в свое время. Я знаю в идеале и украинский, и русский язык. Поэтому, как бы, у себя я общаюсь по возможности и на том, и на украинском, и на русском. Да. Сказать, что у нас все бандеровцы, ну, это немножко перегиб. Будем говорить так. Ну, может быть, может быть, не в Ровно все-таки, а где-то еще, может быть. Ну, смотрите, допустим, у меня есть много знакомых во Львове, это все зависит от людей. У меня есть много знакомых в Киеве, у меня есть родственники на восточной Украине, и они точно так же говорят и на русском, и на украине. Скажите, как может взорвать идентичность Украины двуязычая? И может ли взорвать идентичность Украины двуязычая? Оскорбляет ли? Одним словом, давайте вот говорить не только о том, что там совсем львовян, например, это обижает, а просто насколько вдолгую это взрывает Украину. Ну, смотрите, в долгую, в принципе, как бы, мое мнение, это не взорвет Украину, но и акцентировать внимание на, будем говорить так, на таком, ну, как бы, явном двуязычии, это тоже не стоит. А почему? В моем понимании это пиар. Как вас зовут, простите? Виктор. Виктор, простите, что я не запомнил сразу Виктор. В моем понимании нигде на Украине по-русски не говорят, потому что я однажды говорил вот так вот с русскоязычными журналистами в Одессе, и просто влет в одном предложении нашел у них с точки зрения русского человека несколько ошибок в ударениях, в произношении и так далее. Нашел у них гиперкоррекцию, когда они пытаются говорить по-русски, гиперкорректируя свою фонетику и ошибаясь, да, и так далее. То есть очень много всяких. Например, вы говорите, я говорю по-украински и по-русски, а по-русски будет, я говорю по-украински. У нас ударение другое, у русских людей другое ударение. По-украински, а по-украински это по-украински. Ну и так далее. То есть, с моей точки зрения, ваш русский язык, в принципе, он в общем не русский. Но по ментальности, по ментальности, когда вы приезжаете в Луганск, вы же не чувствуете, что это чужая страна? Нет, конечно нет. Нет, нет. Те же вареники, те же хлопцы, та же ментальность, та же ментальность, тот же схожая артикуляция, схожий рисунок интенсионный, фраз, правда же? Те же, те же коровы, те же коровы на закате идут по хатам, те же бабки, все то же самое, ничего нет. То есть, я не понимаю, зачем так драться из-за этого. Это все, в моем понимании, это все нагнетается искусственно для того, чтобы, будем говорить так, есть разные политические силы, что у вас, что у нас, которые на этом делают себе пиар. Это мое личное мнение и мнение многих моих, будем говорить так, тех людей, с которыми я общаюсь и с которыми я живу. То есть, я могу позвонить в Киев, я могу позвонить в тот же Донецкий, говорить спокойно с людьми на украинском языке. То есть, люди... Я понимаю, спасибо, Виктор, держитесь, держитесь. Спасибо, 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 спасибо. Виктор, зривно, где мы с мамой живем. Ты знаешь, это еврейский анекдот или нет? Нет, нет, не знаю. Это еврейский анекдот. Расскажите, пожалуйста. Когда учительница говорит, Сюня, ты мне расскажи уже мировые столицы. Ты столько учишься, Сюня. Сюня, что ты должен сказать, мировые столицы. Он говорит, я знаю несколько. Ксичев, Бехдичев и Гривн, где мы с мамой живем. Тоже уже три столицы мировые. Ксичев, Бехдичев и Гривн. Ну вот, ну ладно, ладно, поехали. Подъем. Братья Асада или нет, скажи мне. Ой, у нас осталось пять минут. Я не знаю, успеем ли мы за пять минут взять Асада. Послушайте, Асада нам сватают американцы. Американцы считают, что в принципе, в принципе, там наши интересы учтут. Вот они уже с нами торгуются довольно серьезно. Наши интересы там в Сирии, в Новой Сирии. Уже понятно, что Асада надо сливать. Надо сливать. Асад всех достал, Асада сольют. Вот в очередной раз наша война бита по существу. И в общем, нам пора бы слить Асада. И как слить Асада? Все говорят, давайте вы его возьмете к себе. Пусть чай, он у вас здесь живет. А что он здесь у нас будет делать? А я тебе скажу, а ходить в библиотеку. А кое-что он будет делать? Жить в Жуковке? Здрасте, за нас счет, да, с вами? Ку-ку. Что же он не потырил денег? Ты что, ты плохого мнения о семье этих достатчиков людей? А он заплатит за свой счет, пожалуйста. За свой счет. Башар Али Асад. Он Али Асад. Я бы на месте американцев его ни с чем не оставил. Нет, они хотят его нам присватать. Вы зато, значит, смотрите, разрешение сирийской проблемы. Очень простое. Там в очередной раз, там вчера что-то было сообщение, опять 85 офицеров сирийской армии бежали в Турцию. Значит, они бегут, они бегут, Асада бросают. Асад горит, как паршивец. Тем не менее, напоследок расстреливает людей, там по 100 человек в день примерно убивают. И, значит, от него как-то надо избавиться, от этой диковинной семейки. И вот как от нее избавиться. Ее в Россию отправить предлагает Америка. Давайте примем Асада. 916-55-81, да. 916-55-82, нет. Смотрите, может быть, код надо, 495-8, 495, может быть. 916-55-81, да. Асада, берем, берем. Это голосование телефонное. Пущай здесь ходит по Жуковке. У вас бы куку вкуса будет есть за продуктами. Да? Да? А что? Конечно. Там Ассия с вами будет стоять. Да? Не нужен нам Асад 916-55-82. И, возможно, нужно набирать код 495-8-495-916-55-82. Берем Асада, берем. Пусть, действительно, но он там, ну, убивают очень много людей, и уже всех достал, реально достал. Может быть, как-то от него избавиться. А вот как? Отправить к нам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Анатолий. Да, Анатолий. А скажите, пожалуйста, вы задаете таким образом вопрос? Да, я спрошу, забрать Асадовиня? Что нужно вообще выкидывать? А почему мы должны выкидывать? Должны выкидывать, потому что он там уже не держит. Послушайте меня, пора его продать, пока он что-то стоит. Потому что, когда ему начнут, как с Каддафи, будут за ним бегать с палочкой, мы его не сможем продать. Он уже ничего не будет стоить. Алло, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здравствуйте, да. Я считаю, что при Асаде сейчас, да, есть жертвы, но если он уйдет, будет жертва еще больше. Это прекрасно. А как вы думаете, в итоге нам его брать или нет? Нам брать или нет? Ни в коем случае. Они должны сами разобраться, потому что, если мы заберем его к себе, братья мусульмане нам будут мстить, пока они его не уничтожат. Почему? Очень будут благодарны. Очень, в современном мире, неправда. В современном мире, ну неправда. Ну неправда. В современном мире, возможно, в современном мире, коммуницировать можно и с братьями-мусульманами. Совершенно спокойно договориться, что мы у вас вашего Асада заберем. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло, Сергей, доброе утро. Это Борис. Да, Борис. Вы знаете, замечательный вопрос относительно Асада, но он, к сожалению, связан с судьбой конкретных русскоязычных моих родственников, которые живут... Поясните, пожалуйста, да, вот интересно. Очень простая ситуация. Моя близкая родственница вышла замуж за араба-сирийца. Да, как давно, давно? Он является христианином. Давно? Давно, давно. Давно достаточно. Я не жила там больше 20 лет. Да. Он является христианином. Там, кстати, это достаточно большая общность арабо-христиан. Да, я знаю об этом. Достаточно плотно верующих Христа. И в связи с этим их судьба на сегодняшний день напрямую связана с тем, останется пресловутой, назовем его так, Башар Асад у власти или нет. Потому что если придут к власти уважаемые господа братья-мусульмане, вся жизнь христианской общины превратится, сами знаете, во что. Ну так что, им придется в Ливию поехать. Простите, в Ливан, простите, простите, ошибся. В Ливан. Нет, нет, рядом, рядом, рядом. Ливан, Ливан, Ливан. Да, прям по Фрейду. Ну в Ливан, ну в Ливан. Те кедры, те же, кедры, те же, христиан много. Это я еще раз говорю. Я говорю в этой ситуации как просто обыкновенный человек, не глобалист, не специалист по глобальной политике, а просто как родственник этих людей. Я понимаю, я понимаю. То есть лучше, чтобы был просвещенный диктатор, пусть даже он убивает по 100 человек в деле. Вы знаете, у нас был такого рода уже пример в Туркменистане, когда вот такого рода политика, замешанная на газе, привела к тому, что ряд таких же русскоязычных людей из Туркмении были изъяты фактически. Да, да. Поэтому наши уважаемые правители в этой ситуации... Да, но согласитесь с тем, что пока надо тоже угадать момент. Потому что, возможно, через месяц торговля Ассадом не состоится, и за ним будут бегать с палочкой, как за Каддафи. Это будет, тогда уже поздно, тогда уже будет поздно. Лучше сейчас его продать, купить и в Жуковке поселить. Ну, это имеет отношение непосредственно к Ассаду, но не к этим людям. Я понимаю, я понимаю. Я понимаю. Но, может быть, время уходит. 9.30, новости на РСН. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Даренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Обзор печати Анастасия Ножкана. Прежде голосования, 52,3% наших слушателей хотят и полагают возможным забрать Башара Аль-Ассада из Сирии в Москву. Для того, чтобы там разрешился кризис, и сам Ассад не защищался как крыса в углу, как крыса, загнанная в угол. 47,7% считают, что не нужен нам Башар Аль-Ассад. Здесь, в Москве, 47,7%. Это вы видите, как вы видите, пополам примерно. Так вот же, теперь, Настена, делаю обзор печати. Делаю. Значит, у нас экономическая тема в газетах обсуждается по поводу рубль-доллар. Есть часть людей, предпринимателей, которые считают, что было бы им легче, если бы при вхождении России в ВТО, как раз вот рубль-доллар бы стоил около 40 рублей или до 40 рублей. Но глава Центробанка так не думает, он говорит, у нас не та, а не тот тип экономики, которой нуждаются, и предприниматели наши не нуждаются в такой поддержке искусственной. Поэтому Центробанк никаких шагов к тому, чтобы рубль-доллар вот зафиксировать на такой отметке в 40 рублей за доллар предпринимать не будет. Об этом в российской газете, черном по белому написано, ну, а сомнения всячески высказывает независимая газета. Там публикация так и называется, сейчас скажу точный заголовок, но заголовок такой, реальный сектор мечтает о девальвации. Вот это четвертая полоса материала Игоря Наумова. В общем, Игорь Наумов вступает в заочный спор такой с главой Центробанка. Есть, значит, у нас информация о гражданственных людях. Гражданственные люди, это сейчас у нас, например, студенты, ФМК, публикация, «Ректоры подсели на колеса», называется. На самом деле, всего лишь на все студенты выявили вузы, закупившие слишком дорогие служебные автомобили. Есть такое сообщество, называется оно «Студенческий союз», «Российский студенческий союз». И вот он установил, едва ли не каждый день ректораты в разных регионах размещают там заказы на сайте закупки.gov.ru на супердорогую мебель, бытовую технику и прочие предметы роскоши. Лидерами же нецелевых закупок, по словам студентов, остаются ректоры мобили. И дальше говорит представитель Российского студенческого союза МК. Наши ректоры буквально подсели на колеса. На сайте полно информации о закупках вузами служебных автомобилей. Ни высокий класс, ни столь же высокая цена, которая не соответствует текущему, далеко не тучному моменту нашей жизни. Уровень студенческих стипендий известен всем. Надо сказать, что вчера Дмитрий Медведев говорил о том, что нужно повысить стипендии студентам-хорошистам. Ну, видимо, это вот такой ответ. Вот студенческий союз не дремлет. Все цифры и марки автомобилей, там, 5,5 миллионов рублей для, например, университета, Московского государственного университета приборостроения и информатики. Вы, если не знаете, как он выглядит, я вот фасад его очень упаднический, всем советую посмотреть. Вот вы зайдите в Google, наберите Московский государственный университет приборостроения и информатики и посмотрите, как он выглядит. Вот там ректору за 5,5 миллионов рублей на оказание услуг по финансовой аренде лизингу Toyota Land Cruiser 200. Это даже не покупка. 3,5 миллиона на другой автомобиль руководства вуза тоже арендует. Соответственно, это уже в другом институте. Но более подробно посмотрите в МК. Японцы недовольны тем, что Медведев посетил один из островов Курильской гряды. Ну, Медведев там вообще находится на Дальнем Востоке и был и на Сахалине. Об этом сегодня отчет можно посмотреть в Коммерсанте. Новая газета дает оборотную сторону. Приводят слова жителей местных на форумах. Говорят там, во-первых, неудобные всякие некрасивые новости. О них не рассказывали. Их заминали там. Один пограничник застрелил, двоих потом застрелился сам. Ну, вот как раз на фоне визита. Говорят, врачи неправду рассказывали о зарплатах в новом каком-то отремонтированном корпусе местной больницы. А рядом был корпус совершенно другой, в ужасном состоянии, куда, конечно же, премьер-министра не повели. В общем, наверное, это интересно высшему руководству было бы посмотреть именно в новой газете отчеты. Ну, и аргументы и факты сегодня. Среда, как всегда, по средам выходит. И в аргументах и фактах хотел обратить внимание на статью Вячеслава Костикова. Называется это эссе «Травяное перемирие». Надолго ли хватит политического перекура? Над пригородами российских городов по вечерам расстилается сочный шашлычный домок, булька и в горлышках палец говорок и беленько. В России летний политический перекур. В общем, долго или недолго, но, скорее всего, нет. Приходят к такому выводу Костиков. В общем, более подробно смотрите аргументы и факты, либо на сайте аиф.ру. 9.38. Это был обзор прессы с Анастасией Аножко. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Мы продолжаем с Анастасией Аножко. Настя, значит, вот с вашим ассадом мы порешали. Давай-ка поговорим, вот, и может быть, студенты даже подключаться к электромобилям. Вот это интересная очень статья. Вузовское начальство обычно жалуется на нехватку средств. Денег не хватает в вузах. Ну и в самом деле, вероятно, мы же не обвиняем их в том, что они... Ну, например, Московская государственная консерватория имени Чайковского. Да. Московская государственная консерватория. Вот, вероятно, там с деньгами все в порядке, потому что заявка вышла на приобретение автомобиля за 2,6 миллиона рублей. 2,6 миллиона рублей. Это недорого по ректорским меркам. Ну, ректору, понимаешь, ну вот если сравнить с зарплатами... А что в Московской консерватории? Какие зарплаты? А давай попробуем сравнить вот вашу зарплату вузовскую, давайте, и на чем ездит ректор. Потому что, значит, есть публикации об этом, и больше того, студенческие сообщества занялись расследованием, на чем ездят ректоры и о чем жалуется вуз. Потому что вузы, как правило, жалуются на нехватку средств, в том числе нехватку средств и на фундаментальные какие-то исследования. Средствования, конечно, оборудования не хватает. А, конечно, конечно, в Московской консерватории там жалуются, скажем, на акустику залов, может быть, несколько, может быть, не совсем уж. Инструменты музыкальные. Да, может быть, инструменты какие-то, да. А вот, и тем не менее, давайте попробуем сверить вот такие параметры, очень простые параметры. Зарплата преподавателя, машина ректора. Алло, здравствуйте, я допрошу вас. 788-10070. Да, доброе утро. Здравствуйте. Да, радио, да. Да, вот я предварительница, я доцент кафедры, и так дал, и оклад, и московский. Можно, секунду, мне очень важно, чтобы вы позвонили, но у вас как бы звук такой... Подождите, к окошку. Не слышно. К окошку, не слышно. Нет, я... Ах, очень... Вы, наверное, на даче, да? Да. Ах, нет, не получается, не получилось у нас, не получается. Вот Алексей пишет, закончил МГУПИ в 2010 году. У ректоров легальные зарплаты под миллион рублей, но в МГУПИ он ездит на этом крузаке с 2007 года. Более того, пробил новый конкурс... Простите, корпус для универа. Заплаты были нормальные, не самый худший. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Георазведочный институт. Сейчас это российский университет. Так вот, заведующий кафедрой, профессор, доктор наук, получает где-то приблизительно около 30 тысяч рублей. Это, естественно, к начислению. А по количеству машин и марки, это можно подъехать к стоянке университета и посмотреть, на каких машинах ездят. Но может статься, что это преподаватели какие-то заезжие? Знаете, вдруг знаменитости читают? Нет, 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 нет. Там очень просто большая управленческая база создана. Да. А вот... И поэтому все управленцы, они ездят на очень дорогих машинах. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, но... Скажите, вы думаете, это скорее расходование бюджетных средств или это какой-то подпольный, ну вот, допустим, георазведочный, может быть, они там из Якутии алмазы таскают? То есть это все-таки бюджетные деньги? Ну, вы знаете, что я думаю, все-таки это бюджетные деньги, потому что наука сейчас в очень плохом состоянии. И научные работы практически не ведутся. Поэтому это чисто бюджетные деньги. Спасибо большое. Спасибо, георазведочный, наши соседи. Если идти от нас вниз, а потом налево к Институту русского языка, и там же магазин «Мерседес» есть, значит, около Института русского языка, то как раз мимо георазведочного и идешь. Вот там... А я Алексею, которым купи, заплатил. Там очень увлеченные люди работают. Я хочу сказать, что там очень увлеченные люди, вот, в георазведочном. Они любят полевые исследования. Извини, вот человек из Германии звонит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Георгий, извините, вас. Да, Георгий из Мюнхена, прошу вас, да. Ну, смотрите, вот у нас в Томском политехническом университете у меня зарплата, ну, 8,5 тысяч рублей, наверное, где-то так. Томск, Томск, да, да, Томск. А у ректора крузак 200-й. 200-й крузак. А зарплату, ну, вы не знаете, ну, вы не знаете, то есть... Ну, примерно 1800, я так слышал, и вообще, вот, примерно вот так. А с чем это связано? Можно ли найти этому благое обоснование какое-то, какое-то хорошее обоснование? Я могу, знаете, еще сравнить. Вот у меня в Мюнхене зарплата где-то, ну, 1300 евро на такой же должности. Да. А у директора института БМВ пятерка прошлого поколения, где-то ей лет 7, наверное, или 8. Она никак не портится, наверное, там в Мюнхене. А? Да нет. А с чего бы ей там портится в Мюнхене-то? Да, прошу, прошу, Настя. Алексей, которым купил, закончил и хвалит своего ректора. Хочу сказать, что он-то хоть, может, на крузаке с 7-го года ездит. Так вы знаете, что это не собственность института, а это аренда. Можно было в собственность за 3,5 миллиона купить, а они арендуют его за 5,5 миллионов рублей. То есть тратят бюджетные деньги на аренду. Понимаете? Ну, понятно, они там, наверное, не могут почему-то списать, сделать списание на покупку, потому что там им мешает. По сути, получается, что на аренду тратят больше, чем если бы они покупали его раз в 2 года. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей Леонидович. Я, Сергей, просто, да, прошу вас. Да, здравствуйте. Заканчиваю МГУ, физический факультет в этом году. Да. Дикан пешочком ходит. Ничего не могу сказать. Пешочком ходит. Так он нам недалеко. Может быть, он просто передовой человек? Может быть, он действительно вот такой, как бы, человек 21 века? Нет? Вы знаете, у них все квартиры, квартиры через дорогу, там вот, на Индире Ганди. Ну, ходит пешочком, бодренький, ничего не могу сказать. Да, спасибо. Спасибо вам огромное, спасибо. Физический факультет. Знаешь, какие они умные? Автомобили. Они вообще, вообще. Ну, конечно, им не умные. Ты рядом с деканом физического факультета МГУ, ты знаешь? Я боюсь, что я рядом с абитуриентом-то тоже. Ты, каштанка! Каштанка сопротив. Ты, каштанка, на сопротив человека. На сопротив человека. Все равно, что плотник, на сопротив столяра. Понятно. А про... Давайте мы вспомним, может быть, не только про автомобиль, а про квартиры. Эй, вузовские люди звонят. Ну, подожди. Надо же... Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот хотел тебе сказать, вот вы не знаете, откуда деньги берете у векторов. Я могу подсказать. Им дают на ремонт 100 миллионов. Да. На окна, на ремонт. А они... Вот коменданты, если надо, стоят дачи по 20 миллионов. Они отказ не дают и... То есть, например... Ну, давайте разберем конкретный случай. Например, да, дадим пример. 100 миллионов дали на ремонт. Да, дали на ремонт. Вот вы такие загадочные, вы должны... Как будут деньги, первую очередь. Дальше. Вот на обширите, на две обширицы дают. 100 миллионов. Да. 20 миллионов они вкладывают, 8 миллионов ставят. Я не знаю, у них так красиво. Я знаю, что два коменданта построили 5 километров от Москвы. Две большие дачи. Ага. Очень большие дачи. Ну, мне это не завидно, но просто вот я вам хочу сказать. Может остаться, что ректор не знает об этом. Коменданты... Это в курсе, в курсе. Ректор-то у нас есть и на Болге. Такое. Там и ректор отсёгнили. Если бы не отсёгивалось бы ректору, даже про ректору... Камуфляж. А, спасибо. Значит, на два общежития дали 100 миллионов рублей. За 20 построили? За 20 помазали краской. Наняли добродетельную молдавскую женщину. Фею. Добродетельную молдавскую женщину. Она, значит, поселилась там в общаге и за лето помазала общагу взад-вперёд кисточкой. Значит, а на остальное два коменданта построили по 20 миллионов рублей себе дачи. Каждой. Хорошая. 5 километров от Москвы. И ректору отстегнули тоже. Но ректор ездит на Волге при этом. Это о чём говорит? О камуфляже. Конечно, это социальный камуфляж, это социальная ответственность, это правильная социальная лицемерие. Конечно. А ведь дачи не всё... А представляешь, а такие люди, которые здесь ездят на Волге, как они потом ведут себя, когда приезжают себе по-настоящему домой в Ниццу? О-ля-ля. О-ля-ля. К трапу самолёта подъезжает... К трапу самолёта подъезжает... К трапу самолёта подъезжает золотой Порш-канель. Майбах. 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 Шофёр распахивает дверцу и везёт его. Оттуда таким бензиновым характерным Волговым специальным запахом. Хозяин, чтобы было приятно. Чтобы родное что-то было. 7-8-8-1-7-0-0. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я бы хотел сказать про то, сколько получает ректор первомедицинского... Очень интересно, да. Там просто произошла ошибка. Случайно человек получил его зарплату и обалдел. Когда ему пришли эти деньги, он, в общем, вместе с премией получает 5 миллионов ежемесячно. В месяц? В месяц. В месяц. Скажите, то есть, случайно бухгалтер начислил не тому человеку, да? Да, 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 да. Причём они, ну, ещё плюс к этому, непонятно, какие себе премии выписывают. То есть, ежеквартальные, ежегодные. А зато зарплата простых врачей каждый месяц сокращается. Ага. Ну, то есть, тогда уже нам всё равно, на чём он ездит. Если даже он ездит на каком-нибудь, на какой-нибудь Сирокко, этот, как это у тебя называется? Козявочки. Козявочки. То всё равно уже, на чём он ездит, если у него 5 лямов в месяц, правда? Ну, конечно, конечно. Причём, ну, он может ездить на чём угодно, причём с охраной, там, с двумя километровыми веками. Конечно, надо захоронять 5 миллионов, когда зарплатят. Спасибо, спасибо, спасибо. У нас ректор есть на «Фольксвагене Пассат». Я работаю в частном негосударственном вузе, говорит, 45-й. Сын учится в университете при простроении информатики. Значит, очень доволен. Стипендия около 500... Вот длинное сообщение, сейчас я его открою, если позволите. 5 тысяч, простите. Стипендия около 5 тысяч рублей. Кто-то катит бочку на ректора. Кто-то катит бочку на ректора. Мы не знаем, кто катит бочку на ректора. Она сама катится. Вы знаете, бочка катится и катится, и всё. А как мы... Мы её застанавливаем, наоборот. А мы пытаемся ей... А мы ботинок подкладываем под бочку, а она всё равно сама катится. Погнали, всё, звоним на биржу. Подъём. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. Лев Быстров, аналитик фондовой биржи ММВБ РФС. Лев, ну вот всегда бы так, Лев. Правда же всё хорошо? Ну, действительно, но стоит учесть всё-таки, что уже начались разговоры о всё-таки перегрецке рынка. Да. И уже, в принципе, возникает предположение, насколько долго и насколько ещё высоко смогут выгнать. Лев, я хотел обратить внимание нашей просвещенной аудитории на ваше правительство. Лев провидец, товарищи, потому что Лев сказал мне однажды, и давно уже, может быть, недели три назад, что в момент, когда товарные рынки и сырьевые рынки перегреты, следует вкладываться, может быть, в пшеницу. Лев, и сегодня публикация в ведомостях, которая доказывает, сколь правительственно гениальны вы были. Ну, это вечные ценности, можно так назвать. Пшеница просто пульнула всюду. В Америке засуха страшная. У нас дожди. Французы повысили цены на свою пшеницу на 15%. У нас дожди, нам придётся всё равно повышать тоже цены на пшеницу и так далее. То есть это прекрасно, согласитесь. Ну, в принципе, и каждый может это сделать. Да. Это несложно. Да, 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 да. Значит, товарищи, пшеница очень дорожает. Бабушка, 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 которая ковыляет за булочкой, учтите это с осени, наверное, я думаю, это как-то скажется. Да, ещё что, Лев, вы можете сообщить о сегодняшней бирже? Ну, на самом деле, в принципе, пока что ситуация, опять же, остаётся довольно-таки приятной. Нефть, конечно же, откатилась немного от 100 долларов за баррель, но она находится всё равно от 99,8. Это довольно-таки приятный для нас ориентир. Поэтому мы сегодня всё-таки будем ждать попыток какого-то продолжения. Я вот в данную настоящую секунду вижу нефть, я слышу, вы на улице. Я вижу Brent на 100,04, 4 сотые. 100,04, да? Да, даже уже превысили. Да, 1,25,90 доллара евро, 1,25,90. Мы ждём хорошего дня. Лев, спасибо большое, позвонём завтра. До свидания. Подъём. Единая электронная торговая площадка. Госзакупки. Я Андрей Черногоров. Андрей, здравствуйте, что у вас на вашем аукционе? Здравствуйте. У нас на аукционах хорошие государственные лоты, которые можно выиграть прямо в интернете. Поставка детских противогазов в управление пожарной безопасности в Хабаровске на 54 миллиона рублей. Настя не реагирует. Настя, а детские противогазы? Детские противогазы – это очень важная. Да, да. Я тоже хочу выкупить. Да, значит, замена вентиляции в Московской филармонии – 15 миллионов рублей. Реконструкция бассейна в Башкирии на 80 миллионов рублей. Переработка серебра в слитках для Госфонда России на 2,5 миллионов рублей. И, значит, ремонт газонов в Москве ещё на 18 миллионов рублей. Единая электронная торговая площадка. Место, где государство раздаёт деньги под работу, разумеется. И Андрей Черногоров, спасибо. Счастливо. До свидания. Подъём. Русская служба новостей. В движении. Ребят, ничего вам не могу сказать утешительного про Киевку. Потому что Киевка, смотрите, как получается. Час назад Киевка рубилась. Было одно ДТП. Сейчас, ну, была от Внукова пробка сейчас. Сейчас от Московского. Даже ещё раньше Московского все останавливаются. Ну, вот так получается. Сейчас три ДТП. Вот почему-то, когда есть одна ДТП, на эту ДТП липнут другие ДТП. Ну, это так. Вы не бывали в таких ситуациях? Ну, ты понимаешь, рядом начинают рубиться. Значит, Новая Рига плохо въезжает в Москву, Новая Рига плохо. Почему-то в область стоит Рублёвка. Именно Рублёвка, именно в область стоит. Вот. До раздоров. Потом, ну, что ещё? Ну, мытищи стоят. Ну, химки стоят. Ну, как обычно. И внешний МКАД перед Волоколамкой. Город, в общем, нормальный такой. Четыре балла. Не такой уж страшный город. 788-1070. 788-1070. Движение. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Да. Сергей, доброе утро. Я Александр. Здравствуйте, Александр. Значит, выезд ещё по Чёлковскому шоссе, вот ещё за МКАДом. Около Восточного. Там пробка почему-то невероятная. Все лезут с всех рядов. Дальше МКАД от Щелчка до Вишняков едет очень хорошо. И Рязанка едет от улицы Юности в сторону центра. Тоже нормально. Тот 24-го дома. И тут стояк полный. Спасибо. Спасибо за предупреждение. 788-1070 в движении. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Обещание снова путепровода до Дзержинского полдвём. Потихонечку. Ну, сегодня вот 4 балла. Вот вы чувствуете, что легче ехать вообще, в принципе? Ну, мне стало сложнее, потому что я каждое утро по МКАДу езжу. Вот в этом направлении сегодня сложнее. Я понял. Спасибо. Держитесь. Хорошего дня вам. И спорт. Подъём. 10 часов 4 минуты. Среда 4 июля. Здравствуй, Великий Город. Здравствуйте все. Это Русская служба новостей. Анастасия Аножко, ведущая программы. Здравствуйте. 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 32, 20. Свежий доллар. 32, 20. Настя, смотри. Значит, Киевка стоит чуть не от внуков, а пишет Саша. Зачем детские противогазы, чтобы в них на горшках сидеть? Зачем тут нужны детские противогазы? Чтобы пытать детей. Я думаю, чтобы делать слоника. Детям делать слоника. Ты знаешь эту пытку, да? Да, знаю. Перекрывать. Перекрывать детям, говорить маленькие малышенька. Ну-ка, давай, мы тебе сделаем слоника сейчас. И не надо тогда их с балкона кидать. Тренировать резистентно. А вот бы слоника делать, да и все. И все, и душить, и все. А? Только нет. Конечно. Конечно, и гораздо будет приятнее. По дороге от Озерецкого, Оргачевка, до Пикина, Ленинградка. Свежая разметка. Пикина или Ликина? И по полисмену на каждом перекрестке не зайдет счастье сюда сегодня. Потому что на каждом перекрестке, на Трогачевке стоят полисмены. На Ярославке, на въезде в Москву, свежая и серьезная авария без жертв. Два корейских джипа перекрыли три полосы. Будет большая проблема. Ярославка въест в Москву. Минка в область замедляется у ремонта дороги после лесного городка. Затем летит пулей. Шикарная дорога, говорит Сергей из Одинцова. Отлично. Продолжаем. Слушай, ты знаешь, когда я слышу про ВТО, ну, во-первых, я ВТО не симпатизирую. Нет. Нет. Знаешь, почему? Нет, не понимаю. Потому что обычные продукты экспорта России не нуждаются ни в каком ВТО. А импорта? Мы, как ты знаешь, мы экспортируем деготь, воск, пеньку, дизентерию, девок, нефть и газ. А импорт? А мы переплачиваем три дорога за все. Милочка, Милочка, не права. Мы никому не переплачиваем. Мы платим акцизы собственной стране, родине, чтобы учителя и врачи, которые учителя и врачи, чтобы они были учителя и врачи. Нет, вот эта вот безумно дорогая одежда, трикотаж, что это в магазинах, это мы учителя и врачи. А я не уверена, что это им идет, Сергей. Так вот, слушай, значит, я не понимаю. То есть экспорт русский ни в какой ВТО не нуждается. Хорошо. Ни в какой ВТО не нуждается. А импорт защищен, импорт защищен высочайшими крабительскими свинскими акцизами, которые идут учителям и врачам. И тебе не должно быть жалко. Ты должна понимать, что это и есть твой патриотизм. Я хочу найти хоть одного человека, которого бьет ВТО. Реально, ваше предприятие, по вашему предприятию ударит вступление в ВТО. Потому что сейчас очередной всплеск, вот в прессе, значит, коммунисты и социалисты наши дивные справедливороссы, они подают в суд и в конституционную, в том числе, желая доказать, что это меняет конституцию. Я очень им сам сочувствую, я сочувствую тем, кто против ВТО. Но я не понимаю, за что я им сочувствую. То есть я сочувствую, но понять за что не могу, ребят. Вот вашему конкретному предприятию мешает ВТО. Расскажите. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Андрей Москва. Да, Андрей. Хотел бы уточнить, что все-таки речь идет о пошли, заповозных, а не патриотизах. И второе, что все-таки уровень цен на ту же одежду не столько с высоким уровнем пошли, а сколько с трудным конкурентом. Вот, спасибо вам огромное. Безусловно, с конкурентным сговором, картельные сговоры на каждом рынке. И нет конкуренции, верно? У нас вообще очень мало конкурентная среда. И поэтому такая идеалистическая идея вступления в ВТО именно создать эту среду. Если это получится, то, конечно, замечательно. Но опыт других стран подсказывает, что это получится. Вы считаете, что получится? Минуточку. Ну, хотя это пошло, ссылаться на опыт других стран. Но в данном случае сошлюсь, что это самое. Так случалось у всех и всегда. Ну, посмотрим. Я очень разделяю точку зрения Андрея, который сейчас нам позвонил. Очень разделяю точку зрения Андрея, что вообще Россия – это, конечно, захолустье. С точки зрения рынка. Это захолустье. И нам здесь продают любой товар, как диковинку. Подороже, конечно. Как диковинку. Как диковинку. И что ты делал? Поймите. Мы войдем в ВТО и все. Поскольку Россия действительно играет роль мирового захолустья сегодня, то нам любой товар здесь продается в качестве диковинки. Ну, так это все закончится. И поэтому минимум три конца мы платим за все. Но закончится же это вообще сейчас. Нет. Почему нет-то? Если будет конкуренция, если придут не вот эти непосредники, а уже непосредственно фирмы, торгующие всем чаем этим китайским несчастным или что мы там хотим покупать. И вообще, что мы покупаем? Это детская одежда, которой нет, нету, нету сегмента нормальной, дешевой детской одежды. Голубушка, придя на рынок, придя на рынок, они установят цены, ну, как ты не поймешь. Придя на рынок, они установят цены, исходя из сложившейся цены рынка. Они придут на рынок. Вот, допустим, я бы был чайной компанией китайской, которая приходит на русский рынок. Я понимаю, что здесь на чае, здесь вообще вместо чая продают пыль, которую я бы в унитаз спускал. Ну, просто мусор. Здесь продают вместо чая мусор. И русские пьют мусор. Они, боже, любовно называют мусор, заваренный мусор чаем. Я бы понял, что если мусор стоит столько, который веником замели где-то, рядом с туалетом, то, значит, чай должен стоить, ну, наверное, в сто раз дороже. Но вы же говорите о конкуренции. Вы сделаете свой чай чуть дешевле и будут покупать его, а не мусор. Нет. Я не сделаю чуть дешевле. Я узнаю, что сложившиеся цены на рынок, на чай... Конкуренция будет наверх, что ли, вы хотите? Сложившиеся, конечно, сложившиеся цены на чай здесь означают против Малендао, Малендао, это юго-запад Пекина, против Малендао 7-15 концов, то есть в 15 раз дороже. Здесь, по сравнению с Пекином, чай в 15 раз дороже. Ну, в 7-15 раз дороже. Понятно, да? Значит, я, естественно, что я, урод какой-то в 3 раза дороже продавать. Если я начну продавать в 3 раза дороже, то меня здесь просто расстреляют из-за группы автоматчиков. Как же ВТО? Группа автоматчиков, которым плевать на ВТО. Понятно, да? Ну, тогда нам вообще все равно, вступаем мы или нет. Что тут говорить-то, если ничего не изменится. Ну, так что? Тогда давайте вступим уже на такое дело. Полосанут рожок полный, всадят в меня за то, что я торгую в 3 конца. Потому что положено там торговать 7-15 концов. Тогда вообще все равно, вступаем мы туда или нет. Уже нельзя быть против ВТО в таком случае. В России все, минимум 3 конца. Минимум. Минимальная цена в России 3 конца. Минимальная. То есть мы минимально переплачиваем в 3 раза. Вы, конечно, знаете об этом. Мы минимально переплачиваем в 3 раза. Потому что Россия захолустье, и любой товар, который привозится в это захолустье, носит характер диковинки. Понимаете? Но вступление в ВТО, каким образом? Каким образом? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Возим товар из Китая. И хотелось сказать, что, может быть, если ВТО нам поможет снизить цену, с удовольствием мы ее снизим. Но ситуация такова, что на таможне нам пошлины считают даже не по той цене, по которой мы покупаем в Китае. Да. А по средней цене, по которой мы продаем в России. А-а-а. Скажите, вопрос можно? А вы текстиль привозите или что? Нет, стройматериалы. Стройматериалы. А стройматериалы типа фурнитуры какой-то? Ну, я имею в виду, раковин. Нет? Нет, дорогостоящие отделочные материалы. Дорогостоящие отделочные материалы. Да, да, да. И получается, что мы бы с удовольствием снизили цену. Потому что в Китае мы покупаем эту плитку, к примеру, по 36 долларов за метр квадратный. Да. А таможня нам считает ее пошлину по цене, которая в России, по 100 долларов за квадрат. Да. И получается, что вы вынуждены продавать по 150 или по 200? Конечно. По 150 или по 200. Не поняла. А я понимаю. Я понимаю. Она готова заплатить площадь. Она купила в Гуанчжоу. Да. Она купила в Гуанчжоу плитку. Не просто купила, она говорила с фабрикой. Фабрика ей по рисункам делает. Притом добрая фабрика делает ей по немецким рисункам. Она, ну, я не говорю про эту женщину. Я, может быть, так сказать, я не хочу наговаривать. Но вообще это делается так. Вот смотри на меня. Значит, как это делается? Берешься каталог немецкий, везется в Гуанчжоу, китайцам тычатся пальцем. Хочу такую, такую, такую. Понятно, да? Ну, конечно. Я бы тоже так не знала. Они с презрением относятся к авторскому праву. Им, в общем, насрать на авторское право. Понятно, да? Это так же, как в Турцию. Ты приезжаешь, тычешь пальцем в любой французский каталог, тебе за ночь шьют куртку. Понимаешь? Ну, конечно же. Ты заезжаешь на фабрику, тычешь во французский каталог. Последний, при том. Вот ты должна уже, так сказать, весна, лето 2012-го, а уже можно и осень, зима, вот это вот, следующее. 15-го. Да, ты, значит, тычешь пальцем в каталог, они быстро вокруг тебя бегают с сантиметром. На утро ты надеваешь готовую вещь. Все. Никого не парит, чей каталог и так далее. Значит, точно так же в Китае. Ты показываешь им строительные каталоги, американские и немецкие. Они тебе все это дело строгают, моментально отправляют. Шиппингом занимаются. Наши же люди в Гуанчжоу, наши русские. Или в Гонконге, которые компании сидят в Гонконге или Гуанчжоу. Они тебе все это поставляют здесь. Как хочешь. На Ярославский вокзал хочешь. Хочешь в порт, они тебе в Петербург отправят. Как скажут, так и будет. Понимаешь, да? Но таможня, она бы говорит, я платила с 30 долларов за квадрат. За элитную плитку, за топовую плитку 30 долларов за квадрат. Это дико дорого. Понимаешь? Она говорит, я бы платила с 30 долларов. Но таможня не хочет этого признавать. Таможня берет со 100 долларов пошлину. А пошлина это сколько, не знаете? Много. Таким образом, у нее плитка выходит вдвое уже. Два конца. Дальше покатились. Дальше покатились. Она ее продает за 150-200. А там она стоит в Гуанчжоу 30 долларов за квадрат. Значит, 5 концов, 5-6 концов. Это обязательно. Ввиду того, что Россия захолустье. Ну и начали с того, что она будет рада, если ВТО поможет снизить. Ввиду того, что Россия захолустье, 5-6 концов, 5-6 концов, это минимум. На плитке. На плитке. Понятно? То же самое. Унитазы, раковины. Все это, фарфор весь. Все это, все это. 5-6-10 концов. Понятно, да? Вернемся через минуту, оставим эту тему. Не меняем тему, нет. Подъем. Сергеем. Даренко. Найроса. 10-17, продолжаем, потому что тема уж более интересная. Да, Настя все время мне рассказывает про ясера Арафата, у которого полоний-210 найден на одежде. И на зубной щетке. И на зубной щетке найден полоний-210. Да, 8 лет спустя. Из чего, значит, вот можно сделать вывод? А можно и не делать вывод? А кто боролся с ясером Арафатом, кроме Хамаса? И израильтян он вполне устраивал напоследок уже. Значит, кто там? Хамас, наверное, с ним боролся. Вот, собственные братья арабские. Не знаю. Алло, здравствуйте, слушаю. Здравствуйте. Да, прошу вас. Значит, ВТО, ВТО и ВТО и неразвитость русского рынка. Прошу вас. Да, вот, знаете, мне кажется, что когда вы рассматриваете вот эту вот тему, нужно там также и рассматривать то, что вот Вова столько лет у власти, и он ни при чем. Нет, давайте, с уважением, все равно, мы не можем, простите, значит, есть страна, и у страны есть символы власти профессиональной конституции. Президент, в частности, давайте, Путин, говорите просто Путин, но не говорите, но не говорите ничего обидного, пожалуйста, потому что, да, прошу вас, продолжайте. Ну, не обидно, я же его пойми. Не надо фамильярность, не надо, а зачем это? Ну, давайте, давайте, Путин столько лет у власти, прошу вас. И он ни при чем, то, что вот у нас вот таможенные сборы большие, то, что вот, ну, как бы не развита конкуренция, он ни при чем. Вот вокруг него все воры, все самые, как его, взятые. Ну, вот скажите на милость, ведь, ну, вот давайте тогда так, вот давайте тогда так, вот я пытался войти на рынок там, да, или вы пытаетесь войти на рынок, вы вообще связаны с торговлей? Нет, я обычный гражданец. А я вам хочу сказать, вот когда пытаешься войти на рынок, по существу кучка людей, которые окопались на этом рынке, устанавливают тебе правила. И вражда может принять самые агрессивные формы, если ты выкатываешься из синдиката, из сговора, да, вот эта вещь стоит столько. Если ты торгуешь дешевле, то вокруг тебя начинается атмосфера слухов, тебя заказывают, ну, не обязательно сразу убивают, но, в общем, с тобой относится. Нет, но мы живем в стране, где законы, где человек должен... Нет, 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 давайте исходить из того, что мы живем в окраинной стране, мы живем в уркаине, говоря словами Пелевина, да, мы уркаинцы, мы на окраине, да, вот такие орки, орки, урки, уркаинцы, орки, урки, уркаинцы. Мы в стране, которой владеют правоохранители, уркание, уркание, уркание. Но теперь уркание придется потесниться. Понимаешь, и поэтому тут я не думаю, что это президент регулирует, честное слово, я не знаю, если бы я был президентом, как я смог бы это опрокинуть. Я не знаю, реально не знаю. Алло, здравствуйте. Сергей, добрый день, меня Николай зовут. Мне кажется, вы еще не учитываете такие моменты, как стоимость аренды, особенно вот потом стоимость кредита, и, например, для еды еще стоимость размещения товаров в крупных торговых сетях. То есть на фоне всего этого таможня очень маленькая. Да, 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 да. А как мы можем конкурировать с Азией? Вот это наивный вопрос, смотрите, 207-й спрашивает. Как мы можем конкурировать с Азией с ее зарплатой в несколько долларов? Это колоссальная, удивительная ошибка. Ну, зарплата, она как с кого и не является, мне кажется. Да вы послушайте, но это же ошибка. Они думают, что китайцы работают за горсточку риса. Ну, вообще сейчас китайцы уже работают достаточно задорого. И вот люди, которые занимаются торговлей в Китае, мои знакомые, они говорят, что уже у них не хватает рабочих, потому что приток из деревни, он иссяк, а те, кто более-менее качественный, они уже хотят получать более-менее нормальный. Вот это ошибка. Ну, слушайте, ну давайте скажем просто мы с вами, вот этим людям, которые вот 207-й, что азиаты работают за горсточку риса, и в конце жизни в качестве награды за добродетель покупают себе велосипед. Это не так. Азиаты приезжают на переговоры на Porsche Cayenne, азиаты приезжают, китайцы, на переговоры на Audi A6, значит, в прекрасные рестораны, увешанные жадеитами на юге, жадеитами, по 50 тысяч евро каждый. Это абсолютная ошибка, абсолютная ошибка считать, что они там получают помалу. Это не так. Ну, в принципе, ну может быть, где-то в Камбодже или в Индонезии еще работают. Может быть, может быть, может быть, конечно, нет, можно в Лаосе встретить племена, которые, так сказать, там вот действительно живут на 2 доллара в день. Да, но не надо рассказать это про китайцев, которые заполоняют собственные рестораны, и посмотрите, посмотрите, пожалуйста, стоянки у этих ресторанов. Китайцы, которые живут в городах, ну что вы, это очень-очень-очень обеспеченные люди. Алло, здравствуйте. Да? В общем, может быть, это мой круг общения, но они довольно-таки обеспеченные. Алло, здравствуйте. 7887, 07888. Ошибка считать, что Азия нищая. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Николай. Да, Николай. Ну, в моем понимании, вот наше состояние хорошо описывается. Вот фильм «Берегись автомобиль», там был такой, Дима Семицветов. Да. Вот. Это, собственно, наш предприниматель. Он сейчас как бы вырос, то есть он, у нас мы живем в стране победившего Дима Семицветова, вот, он вырос на другой уровень и закрепил с собой, то есть в чем суть и способ его существования. Он создает себе условия монопольного права торговать чем-то забугорным. Да. То есть вот он, ну вот, если вы помните, он говорит, я человек с высшим образованием должен прятаться, таиться, так вот теперь он не должен ни прятаться, ни таиться. Он теперь выехал в офсоры, всякие там X5 ритейл-группы и прочее, и прочее. Он это право монопольное за собой захоронил, и отобрать у него его невозможно. Теперь ему нужно снижать издержки. Но скажите, пожалуйста, вот тогда другой вопрос все-таки, вот мы вступим в ВТО, вот это наша окраинная жизнь, окраинная жизнь под властью уркаинских вертухаев, я перехожу на язык Пелевина, окраинная жизнь под регулируемая уркаинскими вертухаями, она чем-то изменится в ВТО? Изменится, конечно. Они сейчас получат мощный, собственно, инструмент регулирования уровня жизни населения всех коренов, потому что ВТО подразумевает замену, практически свободную совершенно замену собственного населения, который занят в производстве или в услугах, то есть там условия же от 30, по-моему, до 60 процентов должно быть. Я бы очень хотел, я бы очень хотел поспорить, да, 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 простите, простите, нам нужно давать рекламный блок, просто я бы очень хотел поспорить со всеми, что несмотря на ВТО, несмотря на ВТО, у нас ничего не изменится. Давай через минуту вернемся к этой теме, уже до новостей будем ее обсуждать, поехали. Подъем. Да, видите, мы не пришли к выводу. Начали мы с того, что предприятия наши страдают, закончили мы тем, что торговля в России носит эксклюзивно окраинный характер, с монопольными, значит, как это называется, такие синдикаты и картельные сговоры, картельные цены, да, с монопольно-картельными ценами. И какая ВТО, я считаю, ничего не изменит. Вот давайте попробуем проголосовать и одновременно поговорить. Вы считаете, что ВТО может изменить ситуацию с монопольными картельными ценами? По всем товарам мы платим, как вы знаете, импортным от трех концов, то есть мы переплачиваем в три раза тире 15, 3-15 раз. Мы переплачиваем, как если бы мы, ну вот если бы мы покупали это, например, в Нью-Йорке или Гонконге, мы платили бы в три тире 15 раз меньше. Значит, и вот когда мы вступим в ВТО, это изменится. 916-55-81. Нифига это ничего не изменится. 916-55-82. Вероятно, надо 8-495 набирать. 8-495. 916-55-81. Все изменится. Все будет прекрасно. Ничего не изменится. 8-495. 916-55-82. 916-55-82. С удивлением обнаруживают абоненты Билайна, что они могут по-прежнему звонить по прямым номерам. Ну вот, но это не на всех распространяется. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ага. Я вот по ВТО хотел сказать. Да, прошу вас, это изменится или нет? Прошу вас. Вот эти монопольные цены мы бы за все переплачиваем, импортные, в три раза тире 15 раз, вот по моим подсчетам. Да, прошу вас. Я хочу привести пример, вот, чтобы сняли люди с розовые очки, с автомобильного рынка. Да. Извините меня, вот автомобильный рынок у нас, но ситуация следующая. Да. А у нас есть рекомендованные цены, скажем так, производителя. У нас же не один производитель, там, западный. Так в том-то и дело. Так в том-то и дело, вы правы, да, 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 да. Поэтому, на мой взгляд, ничего не изменится, просто вот это в пользу государства, которые таможены после уходили, будут уходить в пользу коммерсантов. Ну, конечно. Конечно, конечно. Вот гениально, да, хороший пример. Да, прошу вас. Еще, еще, еще хоть словечко. Да, да, и на мой взгляд, ВТО все-таки это, ну, скажем так, это наша уступка нашего рынка в пользу транснациональных корпораций. Вот это, мне кажется, просто в этом все и дело. Спасибо. Гениальная, гениальная поправка. Мы же живем по рекомендованным ценам, понимаешь? Я приведу после, после новостей, обзора печати, я приведу цены, сейчас покопаюсь, Yahoo Autos, сколько стоят машины? Уже сегодня. И это рекомендованные корпорациями цены, ты понимаешь или нет? Значит, вернемся, вернемся, вернемся позже, сейчас новости. Русская служба новостей. Русновости.ру. Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На русской службе новостей. Обзор печати. Запад уговаривает Россию предоставить политическое убежище президенту Сирии Асаду. В продолжающихся уже более года сирийском кризисе назревает неожиданный поворот. Коммерсанту стало известно, что страны Запада убеждают Россию предоставить президенту Сирию Башару Асаду политическое убежище. Москва на это пока не идет. Впрочем, эксперты не исключают, что, возможно, именно такая развязка и произойдет. В любом случае, смотрите, коммерсант по этому поводу прямо на первой полосе отсыл к этой статье. Остановка под требование. Такая статья еще одна в коммерсанте о том, как Дмитрий Медведев посетил Сахалин. И там не только Сахалин, он заехал и на один из островов Курильской гряды, чем вызвал недовольство очередной Японии. Об этом недовольстве рассказывает газета «Труд». Новая газета. Приводят цитаты местных жителей, которые на форумах обсуждают визит Медведева. И рассказывают о том, что вот и 23 машины кортежа, удивляются, спрашивают, местные ли это, или все-таки привез с собой свиту премьер-министр. Кроме того, говорят, упрекают, что не показали ему второй корпус больницы, который совершенно в каком-то разрушенном декаданском виде, а представили только самый новый. И зарплаты вроде не такие большие у врачей, как они там сами Медведеву рассказывали. В общем, это новая газета. Ну, а коммерсант рассказывает официальную, пересказывает нам официальную часть, говорит, Александр Хорошавин, это губернатор Сахалинской области, воспользовался тем, что погода была нелетная, премьеру пришлось немного задержаться, и сделал предложение расширить льготы для особых экономических зон вокруг сахалинских нефтегазовых месторождений. И эти предложения были услышаны, не встретили возражений ни со стороны премьеры, ни со стороны Минэкономики, ни со стороны Минхина. В общем, это коммерсант сегодняшний. Российская газета приводит слова главы Центробанка, нашего нынешнего Сергея Швецова, который говорит, Россия это не та страна, в которой требуется искусственный валютный курс. И такие меры поддержки российских предприятий, это он сказал в ответ на предложение рубль ослабить до 40 рублей за доллар. Он говорит, это делать не нужно, более того, говорит, мы не собираемся это делать. В общем, уверен, что рубль останется сильным. При этом Игорь Наумов в «Независимой газете» пишет, что реальный сектор только и мечтает о девальвации. Таким образом, мы сможем подготовиться к входу в ВТО, и наша продукция станет более конкурентоспособной. Еще тайно на 4 триллиона рублей ведомости сегодняшняя гигантская программа вооружений до 2020 года в размере более 20 триллионов рублей включает в себя расходы на 4 триллиона на неизвестное оружие. Это материал сразу троих авторов – Алексея Никольского, Максима Гликина и Максима Тавкайла. И в «Известиях» есть информация от Дениса Тельманова о том, что российскую армию переводят на колеса. От гусеничного транспорта будут отказываться, а переходить все-таки на колеса, потому что они мобильнее. И, в общем, сейчас технологии позволяют сделать их такими неуступающими гусеницам по проходимости. Цены на зерно вырастают, и это, скорее всего, как говорят эксперты, повлечет рост цен на корм животным, скоту, и, соответственно, спровоцирует рост цен на мясо. И об этом в «Ведомостях». Сегодня публикация, а также «Ведомости» рассказывает об одном законопроекте, который предполагает обязывать граждан оплачивать карточками покупки дороже 600 тысяч рублей. Предлагают при этом ограничить межбанковские комиссии при таких сделках. Ну, в общем, это очередная попытка государства контролировать вот такие большие относительно движения денег. Есть еще информация о том, что российские нефтяные компании завели новую моду. Одна за другой строят они на трассах многофункциональные АЗС с дополнительными услугами, вроде душевых кабин, стоянок с прачечными и мотелями. Ну, это вы сможете оценить, если сами куда-нибудь поедете на автомобиле. Из Севастополя в Мурманск на старом велосипеде, как раз в продолжении этой темы, это уже МК. Такая бытовая история. В середине апреля 64-летний пенсионер из Севастополя Анатолий Алексеевич Пусь, сняв со счета 4,5 тысячи российских рублей на своем ржавом старом велосипеде, отправился в Мурманск. Надо сказать, что он в Мурманск все-таки добрался, несмотря на скептическое отношение его соседей, товарищей и родственников. Сейчас он выезжает из Мурманска в Москву все-таки поездом, а уж из Москвы до Ставрополя опять поедет на велосипеде. 10.38. Это был обзор прессы с Анастасией Анушко. Подъем. Русская служба новостей. В движении. Прям большая проблема на Киевке. Как она стоит, уже три часа Киевка, так и стоит Киевка. Не может выезжать в город. И, конечно, Боровка тоже стоит. Ребят, потому что там, вот как началось три часа назад, постоянно какие-то ДТП. Лепят, лепят один за одним. Кимки стоят в город, тоже проблема. Перед Волоколамкой и внешним КАЦ стоит, как и обычно. Есть, значит, по шоссе энтузиастов въезд в город. Извините, выезд из города перед Балашихой проблемной. И так себе ничего, город четыре балла. Так что, так что ругаться не на что. Я, к сожалению, не могу послушать слушателей, но зато мы передаем слово Свете сейчас. Анастасия Анушко провела этот выпуск. Светлана Матвеева расскажет вам о спорте. А я пойду и проживу ее. Эту среду, 4 июля. Подъем. Анастасия Анастасия Анастасия